Праздник весны и труда отметили на аллее трудовой славы в Самаре. Там работали площадки, где можно было сплести маскировочные сети, изготовить окупную свечу или написать письмо солдату. Российское движение детей и молодежи Движения Первых организовало площадку для детей. До начала официальной части все площадки осмотрели губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Мы ребятам рассказываем, что есть парад памяти, что нужно проводить, вспоминать о своих предках, где дети хотят. Беспрятому полку помогаете? Да, приемлемо здесь, так же хорошо. Спасибо. С праздником вас тоже. Четыре года назад Самара указом президента России стала носить звание города трудовой доблести за огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный героизм. За годы войны здесь было произведено 36 тысяч боевых самолетов, 70 тысяч минометов, миллионы подшипников, корпуса мин, детали для легендарных «Катюш». По сравнению с 40-м годом выпуск промышленной продукции в области уже в 42-м году увеличился более чем в 5 раз, а к 45-му этот показатель вырос в 11 раз. Ежедневно наши земляки, каждый на своем рабочем месте, совершали трудовой подвиг. Уверен, величие этого подвига не повергнет в веках. Мы всегда будем помнить о том, что сделано героическим поколением нашего народа для разгрома фашизма, для будущего своих потомков и мира на земле. И мы всегда будем гордиться тем, что Куйбышевская область дала стране 312 героев социалистического труда, 11 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Сегодня Самара, опираясь на богатый трудовой опыт, продолжая развиваться, конечно, сохраняя уважение к человеку труда. Друзья, такие понятия, как сплоченность и единство, важны во все времена. Но сейчас, когда наша с вами страна столкнулась с серьезными вызовами, эти понятия приобретают совсем другое звучание. Мы все вместе с вами должны защищать нашу с вами жизнь, нашу культуру, наш мирный труд, нашу страну и нашу память. Участники праздника возложили цветы к стеле город трудовой доблести, которая появилась в Самаре в 21-м году и стала по-настоящему знаковым местом, олицетворяющим подвиг запасной столицы. Виктория Шары, Константин Головин, События.